Данная более полная теория называется теорией суперструн. Фактически после добавления спиннеров, теория демонстрирует фундаментальную симметрию между фермионами и бозонами. В каком-то смысле она предсказывает, что должно быть сколько бозонов, сколько есть фермионов. Это называется суперсимметрией. А что насчет третьей проблемы? До включения суперсимметрии математика требовала 26-мерное пространство. Теперь в теории суперструн требуется Вселенная с 10 измерениями. В следующем случае проблема остается на решенном. Похоже, теория не подходит для описания нашей Вселенной, у которой все учится 4 измерения. И все же модель весьма многообещающая. Стоит уж не отказываться из-за этого. И если эти 6 недостатковых измерений существуют, то где вы они находились? Одна из вероятностей...